Довольно часто в различных жизненных ситуациях мы домысливаем причины тех или иных действий и вариантов поведения. Нередко это домысливание становится причиной проблем в жизни в целом, в отношениях с близкими людьми, которым мы приписываем совсем не те намерения, что у них были в действительности. От чего зависит направленность домыслов и можно ли сознательно их изменить? Об этом мы сегодня и поговорим в программе «Дела семейные». Здравствуйте. Человеку свойственно дорисовывать, додумывать, домысливать тот отрезок информации, который отсутствует в его понимании общей картины происходящего. И самым верным в его понимании будет тот, который он сам себе в первую очередь готов вообразить. К чему приводят домыслы? К ошибочным решениям. Это как? Человек опирается на неправильную информацию и принимает, соответственно, неправильное решение. Вот и всё. Глупым потом результатом. Это как? Ну, это когда ты себе додумал, выдумал, а на самом деле всё это не так. И ты оказываешься неправ в итоге. Если человек адекватен и уверен в себе, то он не будет ничего домысливать. А если неадекватен и не уверен в себе, то, возможно, и каким-то дальнейшим очень тяжёлым последствиям. К ухудшению взаимоотношений между людьми, как минимум. Это как? Ну, между любящими людьми, как правило, это вот эти домыслы, они разрушают часто отношения. Это же настроение внутреннего человека. Если человек позитивный, он будет и домысливать позитивно. А если у человека негатив, он тебя так домыслит, что ты лучше его вслух не спрашивай. Вот и всё. Я с удовольствием представляю вам моих сегодняшних гостей. Алла Анатольевна Гудзовская, доцент, старший научный сотрудник Института изучения общественных явлений. И Марина Сергеевна Мышкина, доцент, кафедра социальной психологии Самарского университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вероятно, каждый человек всё-таки склонен к домыслам, мне так кажется. Так вот, откуда и когда появляется у человека эта привычка? У человека эта привычка появляется с самого детства. Потому что домыслы – это тот способ, которым он может быстро объяснить происходящее с ним или вокруг него, какую-то ситуацию. И это может называться, например, стереотипом или обобщением. С одной стороны, это позволяет экономить жизненные силы, чтобы мне стало быстро понятно всё, что происходит, и как бы снять свою тревожность такую внутреннюю, уйти от ситуации неопределённости. А с другой стороны, закрепляясь, это может приводить уже к каким-то стереотипным способам объяснения. Ну и в результате человек может сам себя наказывать, словом говоря, попадая в какие-то ловушки от этого. Если он всё время думает, что всё происходит именно в его логике, то в конечном итоге жизнь показывает, что это далеко не так. И что за плачущим человеком, который идёт ему навстречу, скрывается совершенно другая причина его слёзы утирания, например. Он может быть даже неприятно удивлён, что его мировоззрение не совпало с картинкой. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае, да. Если ребёнку попадается приятный какой-то человек, который делает ему какое-то приятное сообщение, даже приятное предложение, то мы можем назвать это самыми худшими вариантами. Например, лиса, которая таким образом привлекла к себе колобка. И чем это закончилось, мы тоже все знаем. То есть у колобка тоже в этом смысле были какие-то домыслы свои в отношении лисы. Ну и это фатальный исход. Домыслы – это фактически необходимая составляющая нашего восприятия мира в принципе. И мы это должны понимать. И должны понимать, что соответствие домыслов реальности, оно будет как раз-таки складываться из нашего опыта в семейной жизни, в первую очередь, как ребёнок там растёт. И продолжаться накапливаться опыт восприятия мира и в последующие его жизни. То есть если в семье было принято в поведении другого человека, например, каких-то там соседей, видеть только злонамеренные повтопки, то любой, допустим, стук двери будет восприниматься, опять пришли эти невозможные соседи, и они принесут неприятность. И поэтому у ребёнка может связываться стук двери с домыслами о том, что это неприятно, что это не Дед Мороз пришёл, там-то Снегурочка, а кто-то с неприятными новостями. Кто чаще всего привержен домыслам? Моя версия ответа такая, что чаще всего домыслам привержены те, кому ситуация кажется нестерпимой, или тот, кто испытывает необходимость объяснить себе всё происходящее, сделать её более безопасной, прогнозируемой, понимаемой. Любой человек, поживший уже какое-то время, он строит свою жизнь через эту форму фантазирования, ухода от реальности, через эти домыслы. Ну, может быть, мужчинам чуть-чуть больше повезло в чём? В том, что они чаще заняты очень реалистичными видами деятельности, например, ремонтом автомобиля. То есть у них всё время есть такая ситуация, где у них возникает гипотеза о том, как это, ну, некий дом и селслон, говорят, да, и они её проверяют. И они понимают, что не все гипотезы верны. И поэтому, мне кажется, мужчины вот в бытовом таком, ну, как бы в лёгком таком вот, житейском, что ли, смысле, ну, чуть-чуть меньше подвержены вот ежесекундности домыслов. А женщины у них в основном всё-таки они отвечают за ребёнка, за отношения, а эти гипотезы почти никак не проверяются, ну, если говорить там уж об обычных, да. И поэтому у них меньше возможности удостовериться, что верна их гипотеза или нет. Вот, например, Марина Сергеевна не трогает стакан или трогает, вот, отодвигает. Да, это вот некий реальность и факт. Да что можно об этом сказать? Ну, некий мужчина, может быть, сказал, что просто она передвинула стакан там на 5 сантиметров ближе. К центру. Да, видимо, ей мешает рестикулировать. Я могу пофантазировать, что она захотела чуть-чуть меня отодвинуть, и поэтому отодвинула, вот, чуть-чуть отгородила меня стаканом. Говорит, нет, 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 то, что ты говоришь, это мне не нравится. А я тогда вот додумаю, что Марина Сергеевна не нравится наша вода. Она не хочет ее пить. Вот я бы, может быть, даже с этим согласилась, что мне глубоко противна вода именно в стакане такой формы. То есть мой домысел был близок к реальности. Поближе, да. Но он тоже был неточным. Так что это хороший такой пример. Да, некий художник бы сказал, что Марина Сергеевна заметила некую неравномерность расстановки стаканов и решила более эстетически украсить композицию из стаканов. То есть здесь домыслов может быть совершенно невероятное количество. И если они, ну, такие, не имеют отношения к взаимодействию, да, то можно про них и не думать. Но, с другой стороны, если насторожена, вдруг у нас напряженные отношения, то я это воспринимаю как некий сигнал, что там, ну, надо что-то делать. А что надо делать? Либо не подвинить стакану. Все-таки спросить. Либо спросить, да. Я хочу сказать, что реальность и домыслы начинаются даже в употреблении слов. Ну, вот пример такой, просто пример. История. Мне подарили неожиданный приятный подарок. И когда я его рассказываю, я могу так сказать. Когда мне дарят неожиданный приятный подарок, я чувствую радость, смущение и волнение. Но очень многие люди иногда так говорят. Когда мне дарят приятный подарок, то ты чувствуешь радость, смущение и волнение. То есть они уже, говоря о себе, как бы дистанцируются. Или в данном случае мы можем даже и выйти на более широкие обобщения, например, когда мне дарят приятный подарок, то мы все чувствуем смущение, радость и волнение. Когда собеседник это слышит, он может находиться в недоумении, потому что у него могут быть другие чувства, что-то совершенно не связанное или что-то избыточное произнесено. И тут много вариантов. Когда мне дарят приятный подарок, то они все, как правило, чувствуют радость, смущение и волнение. Это мы тоже можем уходить в домыслы, хотя факт не изменился. Факт подарения приятного подарка. А сами слова уже могут дистанцировать меня от реальности. Когда работаю, например, тренинги, и спрашиваешь, как вы себя чувствуете? И кто-то говорит, ну как, все чувствуют себя тревожно, мы только начинаем. И вот это тоже домыслы, ведь это все. А кто-то говорит, да нет, я вообще прекрасно себя чувствую. Кто-то говорит, я сплю, я еще не проснулся и так далее. То есть вот это домыслы сложные, опасные. Почему? Потому что, с одной стороны, они успокаивают, ну если все так, то я тоже могу быть тревожным. Но, с другой стороны, они не позволяют понять, что другие чувствуют. И это может затруднять приводить к неким конфликтным ситуациям. В каких еще случаях из-за домыслов могут возникать проблемы? В отношениях с близкими, в отношениях с партнерами? Во всех случаях, когда идет обобщение или стереотипизация? Это вообще закрываются ходы к реальному пониманию ситуации и к тому, что я могу сделать сейчас здесь для себя и для другого. Такими словами, которые всем, наверное, хорошо известны. И так всю жизнь. У меня так по жизни всегда. Ну что делать, я неудачник, да? Или ты, все мужчины, мы знаем кто. А уж все женщины и того мы знаем кто. То есть вот эти обобщения, они мгновенно перекрывают любую коммуникацию, и потом очень сложно ее выстраивать. И как бы человеку, воспитанному в системе логическому мышлению, приходится сначала опровергать вот это, а потом уже добираться до истины. И все другой домысел есть в наших отношениях. Например, когда кто-то идет на работу и говорит, я иду на каторгу, да? Это абсолютное домысел, потому что работа у нас не каторга. Есть у нас свой выбор ходить, не ходить. И что там делать, тоже у нас есть выбор. Да, но когда я настраиваюсь, что я иду на каторгу, то я прихожу именно туда. То есть я там буду надрывно работать, не получая удовольствия. Потому что на каторге никто удовольствия не получает от работы. И таким образом мы себя действительно ставим в такие рамки сложные, неудовольствия от жизни. От чего зависит направленность вот этих домысел? От общего типа семейного воспитания, от мировоззрения, от моих ожиданий, от того. От чего зависят вопросы, которые задают мамы своим детям, забирая их из детского сада? Самый частый вопрос, возможно, единственный. Что ты ел? Что ты ел? Ты всё съел? Или тебя наказывали? Или тебя наказывали? Тебя никто не обижал? Кто тебя обидел? Или кто тебя сегодня обижал? То есть вот это вот тоже ограничение в мышлении ребёнка, оно программирует и его фильтр ситуации. Он ищет, что я могу вечером маме рассказать в ответ на её вопрос. Никто тебя не обижал? Обижал. Да, то есть он весь день будет искать вот эту ситуацию. Да, а завтра утром он будет идти и ждать. Будут и обижать, или не будут. У него будут совершенно понятные задачи. Или фиксация на еде ребёнка фактически позволяет ему улавливать только вот это, его пребывание в реальности. Когда он всё съел, и дети некоторые, вот у меня есть великолепная практика работы в детском саду, и некоторые дети, они уже, зная подобные вопросы, говорят, я обязательно маме спрошу, не забыла ли она сфотографировать меню. Мама фотографирует меню, чтобы сверить, правильно говорит ребёнок или нет. Сознательно можно изменить направленность домыслов? Я думаю, что можно, и даже, может быть, это и не очень сложно. Вот в некоторых коллективах принято, что мы не будем употреблять нецензурные выражения. Кто употребляет, тот кладёт там в копилочку какую-то денежку. И вот сознательный отказ от определённой части сленга или слов, которые позволяют чуть-чуть облегчить атмосферу окружающую. Потому что, конечно, хорошо бывает к месту выразиться, но если говорить в языке нецензурной брани, то это сокращает, в принципе, восприятие мира, и тем более домыслы становятся очень примитивными. То есть, что всё плохо, там всё, ну вот, как бы, да, одним словом можно сказать, и как всё хорошо, и как всё плохо. И от этого не развивается наше восприятие. Мы же говорили о том, что домыслы – это часть восприятия. Да, хочу подтвердить это примером. У меня есть знакомый, очень хороший, я с удовольствием называю его своим другом, который в своё время служил военным вертолётчиком. И вот он говорит, что в какой-то момент они всем своим, ну, насколько я понимаю, звеном, как я это называю, сознательно отказались от использования нецензурной лексики, даже в боевых условиях. Он говорит, это очень серьёзно повлияло на отношения вот между собой и вообще на освоение реальности. Я бы ещё предложила поставить запрет на такие слова, как «всё плохо», «все люди плохие», «всё будет хорошо». А я снимаю свою кровь – ужасная женщина. Ну, то есть всё то, что усугубляет и без того достаточно трудную нашу жизнь, надо постараться сократить и не называть эти словами. Да, и когда хочется сказать, что всё плохо, нужно сказать, что сегодня хотя бы день у меня не задался, или сегодня у меня случилось две неприятности. Вот это вместо «всё плохо» совершенно другое, можно сказать, и это будет ближе к факту, ближе к реальности. Для того, чтобы быть ближе к реальности, я бы добавила ещё как можно чаще, или сказать себе, я сегодня должна себе не меньше десяти раз в день задавать вопрос, что происходит? Вот он очень простой вопрос, что происходит? И тогда этот вопрос позволяет мне окунуться в реальность, не в мои домыслы, чем я буду заниматься через 10 минут или час назад, а именно где я сейчас, что происходит. Ещё хорошо очень на ночь, когда вы ложитесь спать, когда уже всё тихо, всё смолкло, перебирать в голове не неприятности, а слова благодарности. Я сегодня благодарен тому человеку, у меня место уступило в троллейбусе. Я сегодня благодарен своему начальнику, который прошёл мимо и ничего мне плохого не сказал. Я сегодня благодарна своему ребёнку, который принёс мне чашечку кофе и обнял и пожелал приятного аппетита. Вот такое принуждение, что ли, осознанное к словам благодарности, оно тоже фактически позволяет перечислить некие реальности, и, во-вторых, задать себе положительный тон домыслов. То есть, когда мы ходим и смотрим, какие люди прекрасные, всё время что-то нам делают. Ну что ж, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Дела семейные». Записи вы сможете посмотреть на нашем сайте. Тркатара.ру. Но я с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего вам доброго.